Volkswagen не планирует откладывать премьеру небольшого купеобразного кроссовера Nivus. В Бразилии его покажут до конца весны, а в июне должны начаться продажа. По длине Nivus на 16 см превзойдет своего ближайшего родственника, паркетник T-Cross, а по высоте будет больше похож на обычную легковушку. Клиренс всего на сантиметр выше, чем у Polo. Полного привода не планируется, заявлена лишь электронная имитация межколесной блокировки. Под капотом пропишется литровый турбомотор на три цилиндра. С механической коробкой он будет слабее, а с классическим автоматом мощнее. Интересно, что новый вариант Nivus будет и в Европе. Купеобразную модель будут продавать параллельно обычному T-Cross. Сейчас единственная среднетоннажная модель группы ГАЗ – это газон Next. Капотный грузовик полной массой около 9 тонн. Появление нового газона обрушило спрос на полукапотный Валдай. И четыре года назад его выпуск свернули. Но вскоре Горьковский автозавод начнет выпуск Валдая Next. Инженеры работают над бескапотным среднетоннажным автомобилем полной массой чуть больше 7 тонн. Агрегатную платформу возьмут от прежнего Валдая, но конструкция станет современнее. Обещанный экономичный двигатель, собственная шестиступенчатая коробка передач и новое рулевое управление. По плану Валдай Next выйдет на рынок в конце лета и заполнит нишу между тяжелой версией Газели Next и новым газоном. Компания Toyota первой запустила массовую гибридную модель. То было первое поколение Prius в далеком 1997 году. Дочерний Lexus не отстает. Гибридный RX400 дебютировал в 2004 и стал одним из первых бензоэлектрических кроссоверов в мире. Однако подключаемых к розетке машин у марки Lexus до сих пор не было. Исправят положение Lexus NX. Европейское ведомство по интеллектуальной собственности зарегистрировало индекс 450H+, который и достанется под заряжаемые модификации. Вероятно, случится это уже в следующем поколении кроссовера, который начнут выпускать через два года. Новый Lexus разделит платформу TNGA с Toyota RAV4, которая на рынке США уже получила плагин-версию Prime. Скорее всего, аналогичный силовой агрегат достанется и Lexus.